Всем привет! Добро пожаловать на роботоп! Киты часто попадают в неприятные ситуации, выбраться из которых самостоятельно они никак не могут. В этом видео вы увидите 10 невероятно трогательных спасений этих самых больших животных в мире. А перед просмотром у меня огромная просьба поддержать канал и нажать на колокольчик, ведь только так мы вместе сможем набрать миллион подписчиков. Спасибо всем! Начинаем! Группа дайверов обнаружила самку горбатого кита с детенышем, которая запуталась в длинную рыболовную сеть и тянула ее за собой. Сеть ограничивала движение кита и сильно ранила кожу. Вероятно, что так она плавала уже много дней. На видео вы видите спасение от этого ненужного груза, когда дайверы закончили, они затянули сеть в лодку и она весила около полтонны. Весь процесс спасения занял примерно полтора часа. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди. 30-тонного горбатого кита каким-то чудом выбросило на берег недалеко от Рио-де-Жанейро в Бразилии. Этот кит еще малыш и как он оказался на мелководье непонятно, наверняка был как-то отделен от матери во время отлива. Спасение началось с 30 человек, но очень быстро число спасателей выросло до более чем 200 человек. Люди пытались вырыть песок под китом, чтобы он все время находился в воде и его кожа не пересохла. Спасение длилось 24 часа и только используя экскаватор и несколько лодок, им наконец удалось освободить кита. Он уплыл в поисках своей матери. А это похожие спасения, тоже в Бразилии и тоже недалеко от Рио. Киты почему-то любят попадать на мель в этом регионе. Кита обнаружили еще вечером, а спасение началось уже утром. Все прошло по стандартному сценарию, присыпили тросами к лодке и отбуксировали на глубину. И как всегда за спасением наблюдало множество зевак. Дальше случай, который произошел с косаткой 23 июля 2015 года на побережье Британской Колумбии. Как видите, самка косатки оказалась в ловушке. Она застряла на скалах, когда начался отлив. Ей ничего не оставалось, как висеть там и издавать жалостные звуки. Люди сразу пришли на помощь. Они поливали ее водой, чтобы кожа не пересохла. Так длилось почти 8 часов, пока не начался прилив, и косатка смогла самостоятельно и благополучно уплыть. Этот горбатый кит был спасен и отправлен в море после 5 часов их усилий местных жителей и полиции. Животные обнаружили в городе Цэдун, в провинции Цянцзу, на востоке Китая. Его сразу начали обливать водой, чтобы кожа не пересохла. После замеров определили и возраст. Всего 5-6 лет. Китая отбуксировали на глубину и отпустили. Гид Науди Дрейер заметил маленького дельфина Хевисайда, застрявшего на пляже в Намибии. Это самый маленький вид дельфинов, которые вырастают всего до 120 сантиметров длины. Мужчина аккуратно перенес и отпустил дельфина в воду. Это еще одно спасение дельфинам на пляже в Барбадосе. Примерно 30 этих животных выбросило на берег. Люди сразу же бросились помогать этим рыбам и перетаскивать их в воду. Часто такое поведение морских животных вызвано деятельностью человека. Эхолокации и другие подводные средства беспроводной коммуникации мешают нормальному функционированию органов чувств у морских животных. А этот 14-метровый синий кит был спасен в воскресенье утром на пляже возле деревни Мадбан, недалеко от атомной электростанции Джайтапур в Индии. При весе около 20 тонн кит более двух дней находился на береговой линии. Местные рыбаки заметили млекопитающие в субботу вечерами сообщили чиновникам. В воскресенье утром две большие лодки и 50 человек провели спасательную операцию, которая длилась 8 часов. Люди тянули млекопитающие у моря с помощью веревок во время прилива. Кит был успешно возвращен в глубокие воды. А эту китовую акулу обнаружили 7 ноября 2012 года при погружении недалеко от острова Сокорро, примерно в 250 милях к югу от Бахи, Мексика. Дайверы сразу заметили большой трос, который обмотал туловище акулы. Сразу видно, что этот трос на ней уже очень давно. Он уже весь покрыт ракушками и глубоко врезался в плоть акулы. На второе утреннее погружение они снова обнаружили ту же китовую акулу и решили ей помочь. На видео вы видите, как гид по дайвингу дайв приближается к акуле и успешно срезает эту веревку, освобождая огромную рыбу. В лодке дайверы обнаружили, что трос был около 7 сантиметров в диаметре, так что, скорее всего, он швартовый или якорный. В 2019 году на севере Норвегии рыбаки увидели белуху, но самое удивительное, что на ней была странная упряжь, на клипсах которой была надпись «Оборудование Санкт-Петербурга». Рыбаки передали информацию властям, так как были уверены, что это белый кит-шпион. Когда приехали специалисты, они поняли, что кит полностью приучен к людям. С помощью рыбного филе команде удалось заманить кита ближе и снять необычную упряжь. Норвежские ученые считают, что русский кит-шпион прибыл из Мурманска, где раньше готовил белуху-убийца для ведения военных действий, помощи дайверам или для охраны военно-морских баз. После двух недель присутствия русской белухи в гавани города Хаммерфест, у киты обнаружили признаки недоедания, поэтому норвежское управление рыбного хозяйства разрешило кормить белуху-убийцу. За лето белуха-шпион научился добывать пищу самостоятельно и в сентябре покинула Хаммерфест. А это спасение засняли в Уолфиш-бэй, Намибия, в 2013 году. Мало кто видел карликового кита. Этот вид китов относится к самым маленьким китам в мире и достигает всего около 6 метров в длину и 3500 килограмм. Живет только в южном полушарии. Вы видите, как на берег выбросила небольшую самку карликового кита длиной 4 метра и весом 500 килограмм. Люди сразу же начали спасательную операцию и помогли бедолаге вернуться в море. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok